Это аккуратная пешеходная дорога, ведущая к социально значимым объектам керамзавода, к школе, детским садам, центру детского творчества. Раньше представляла собой руины. В один момент местные жители всерьез обеспокоились не только за колеса детских колясок и своих каблуков, но и за свои жизни. Ходить по бетонным плитам рядом с неукрепленными стенами жители посчитали опасным. Там были плиты, лежали на разном уровне. И расстояние между плитами было сантиметров 20. Помимо плит с двух сторон росли деревья. То есть там было страшно вообще детей пускать. Потом тут вроде бы как-то один раз даже упала стена. Дети шли, когда эта стена упала. Они видели, как эта стена упала. Если несколько секунд раньше, не дай бог, что здесь место случилось. И естественно начали заниматься этой дорогой. В 2019-2020 годах по инициативе активистов ТОС был подготовлен проект местных инициатив «Выполнение работ по благоустройству территории дорога в школу». В результате проект был реализован в рамках областной программы поддержки местных инициатив в два этапа. Оценить, насколько качественно были выполнены работы, смог губернатор региона Николай Любимов. Вы знаете, я думаю, что здесь как раз сами жители и контролировали, как идут работы. Поэтому не прозвучало ни одной жалобы в плане качества работ. Думаю, что они каждый день могли просто смотреть, видеть огрехи какие-то и сразу же об этом сигнализировать. Самое главное, что они сами решают. Вот нужна дорожка, действительно это удобно, для того, чтобы дети ходили, взрослые, даже бегать стали здесь спортсмены. Значит, мы эту дорожку должны построить. То есть поддержать инициативу. И в этом я вижу самое главное и достоинство, и преимущество программы поддержки местных инициатив. Потому что люди сами выбирают, что им нужно. А мы им просто в этом отношении помогаем. Здесь же теперь установлено освещение. А на следующем, третьем этапе благоустройства запланировано устройство пешеходной дороги в районе Музея вооружения и военной техники ВДВ. В настоящее время идет сбор финансирования. Такая продуктивная работа становится возможной благодаря совместной деятельности неравнодушных граждан. И для более продуктивного решения различных задач в 2019 году для ТОС «Михайловское шоссе» было предоставлено муниципальное помещение для осуществления установленной деятельности. Общественной приемной пользуются три комитета ТОС – «Михайловское шоссе», «Энергетический» и «Улица Пойменная». Здесь люди объединяются для того, чтобы решать различные задачи для улучшения качества жизни. Своими наработками представители ТОС делятся с властями. Сами люди рассказали о том, что необходимо сделать здесь, поэтому мы на эти просьбы и обратили внимание в первую очередь. Пешеходный переход, земля, которую пока еще не передала нам Минобороны, но обязательно передаст. Я уверен, уже мы добились в этом отношении хорошей слаженной работы при передаче дома, который тоже был проблемой для местных жителей, когда он пустовал. Сейчас это передано в областную собственность, и мы обязательно этот дом обустроим, дадим квартиры в первую очередь многодетным семьям, сиротам, то есть тем, кто в первую очередь нуждается. Наличие подобной приемной облегчает не только взаимодействие людей с властями. Здесь проводятся информационно-разъяснительные работы с населением и социально-культурные мероприятия для жителей. Комитет ТОС здесь же организует бесплатные кружки, рукоделие, кулинария, настольные игры, рисование. Для населения проводятся мастер-классы, а для самых маленьких создан кукольный театр. Кроме того, для всех желающих здесь каждый четверг работает библиотека. И это далеко не предел возможностей. И чем больше в нашем регионе будет подобных организаций, тем слаженнее, дружелюбнее и цивилизованнее будет наше общество. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».